Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами еще одно упражнение на WebPardoms То есть на комбинации глаголов с инфинитивами и герундиями или инговыми формами, как лучше, как хотите так называйте Значит, ситуация такова, что есть такие глаголы, после которых могут стоять как инфинитивы, так и инговые формы Но, правда, есть одно усложнение что значение предложения будет существенно меняться, иногда до неузнаваемости Как бы там ни было, значит, если вам эта тема совершенно незнакома можете пройти по ссылке в описании видео Там, по-моему, две или три ссылки стоят Это самые основные такие глаголы, после которых может и то, и другое употребляться и посмотреть, что да как и как вообще, в чем, собственно, дело А здесь перед нами упражнение Это седьмое упражнение из юнита первого Solutions Intermediate, второе издание Вот оно, сейчас я его покажу Вот это малюсенькое крошечное упражнение И наша задача его просто прочесть и понять Понять, чем отличается forget to watch от forget swatching В чем же, собственно, дело Ну, вот сейчас посмотрим, что у нас будет Итак Don't forget to watch the match on Saturday Не забудь посмотреть матч в субботу Ага, значит, здесь не забудь Я так и переведу Не забудь Что сделать? Посмотреть То есть это напоминание Не забудьте что-то сделать Хорошо, смотрим второй вариант I'll never forget watching the World Cup final Я никогда не забуду, как я смотрел финал Кубка мира Ага, вот оно что Значит, никогда не забуду Не забуду И дальше, как бы, смотрение финала Кубка мира Но мы так не говорим, понятное дело Как я смотрел или смотрела То есть если здесь в первом предложении У нас действие Акцент на действие То есть не забудь что-то сделать То здесь у нас факт Событие Предмет, по большому счету То есть человек просто не может забыть что-то Он не может забыть Забыть Что-то В отличие от первого случая, где забыть Что-то сделать Что делать Вот и вся разница Далее He stopped to buy some bread Он остановился, чтобы купить хлеба И второй вариант He stopped buying bread Он прекратил покупать хлеб Разница налицо Первый случай Остановился, чтобы купить То есть был в процессе Приостановил его, чтобы что-то сделать Кроме того, ориентировка Еще у вас должна быть на слово чтобы Если у вас чтобы Можете быть уверены, что там инфинитив Чтобы купить А здесь Stopped buying Прекратил Обратите внимание, что даже глагол переводится по-другому Прекратил Покупать Не ведитесь, пожалуйста У нас в русском языке герундий Как часть речи отсутствует Поэтому у нас будет переводиться Что buying, что to buy почти одинаково Что делать, что делать Купить, что делать Покупать, что делать Но в английском языке Сами видите, какая разница Далее Я попробовала заниматься Виндсерфингом, но мне не понравилось И второй вариант Я попыталась поплыть на доске с парусом Но даже не могла встать на доску Или стоять на доске Удержаться, короче, на ней Итак, первый случай Что у меня имеется Я попробовала То есть Ну, попробовала Вот посоветовали И эксперимент провела Попробовала заниматься Виндсерфингом Можно было бы просто Я попробовала виндсерфинг Вот пробовала Там Не знаю Там Пробовала на дельтаплане летать Потом попробовала Нырять с аквалангом А потом попробовала еще виндсерфинг Что больше понравится Заниматься Виндсерфингом То есть Когда у вас Попробовала в смысле Провела эксперимент Понравится, не понравится Пойдет, не пойдет То тогда у вас будет инговая форма Далее Второй вариант Второй вариант чуть-чуть иначе Я попыталась То есть Сделала попытку Или же Попробовала Но опять же Попробовала в смысле Опять же Сделала усилие Попыталась Или сделала усилие Плыть на доске Попыталась Плыть На доске Но виндсерферить Как-то не звучит Абсолютно Плыть на доске С парусом Ну что делать Придется так длинно Я просто не знаю Как иначе Это еще сказать Но даже Не смогла на ней Удержаться Вот такое дело То есть Здесь Сделать усилие Сделать усилие Какое-то А здесь Провести Эксперимент Вот в чем разница На самом деле Таких глаголов Значительно больше Чем здесь Здесь всего их 3 На самом деле Их 5-6 Таких самых-самых Ходовых Поэтому если Вы хотите больше Опять же Можете пройти по ссылкам Посмотреть теорию По теме И в плейлисте Есть упражнения По этой же теме Поэтому Если вам это интересно Смотрите на эту тему еще Потому что Это упражнение Очень маленькое И оно просто Такое Иллюстративное Что ли Ну чтобы вот Дать людям понятие Что да Такое может быть Такое явление Существует Спасибо за внимание Подписывайтесь На мой канал Субтитры сделал DimaTorzok